Северо-западный ветер Суда, который курсирует между Таллином и Хельсинки, отменило все сегодняшние рейсы. Но особенно напряженным последние двое суток выдались для спасателей. Более 150 вызовов по всей стране. Больше всего случаев, куда спасатели выезжали, в западной части Эстонии, там почти половина из всех выездов. И много, конечно, в Харьевском ездили, больше 30. Из случаев превалируют деревья, которые падают на дороги, на электролинии, на здания и на машины. Так что случались очень опасные ситуации, где спасателям приходилось работать. Один из этих примеров для на вируском уезде в селе Янада, где дерево упало на машину, которая была на ходу. И там молодая девушка пострадала и увезли ее в больницу. Петер Андуя добавил также, что вызовы продолжались и в течение всего сегодняшнего дня. Шторм принес много головной боли не только спасателям, но и электрикам, поскольку сегодня порядка 5000 хозяйств по всей Эстонии находились без тока. Помимо упавших деревьев и электрических столбов, в Тальне сильный ветер срывал вывески магазинов. Впрочем, непогода бушует не только в Эстонии, но и в Норвегии, где одного оператора съемочной группы сдуло в море, а также в Латвии, Швеции и практически во всей Скандинавии. По словам синоптиков из Эстонского института метеорологии и гидрологии, сегодняшняя ночь еще будет достаточно бурной, а полностью ветер стихнет лишь к завтрашнему утру. Шторм действительно сильный, и если посмотреть на карты, карта все красная в этом плане, что везде, когда ветер дует во времени очень сильно, и, к сожалению, эта неделя такая будет, немножко сейчас тихнет шторм, а видно то, что на следующую субботу, воскресенье, опять видно, что такой же шторм может быть, так что ничего хорошего не имеется, и следующая, значит, неделя тоже пока не видно, что такого мороза будет, может быть, сегодня, завтра ночью, где-то пару градусов мороза будет, а это несерьезно. Никто из людей в ходе бушующего в Эстонию штурма не погиб, однако, поскольку непогода продолжается, а на подходе возможен еще один шторм, спасатели напоминают, что по поводу упавших деревьев стоит звонить по короткому номеру транспортного департамента 1510. Если же из-за сильного ветра вы остались без электричества, то необходимо звонить на номер 1343. Ну а если непростые погодные условия угрожают непосредственно человеческой жизни, то просить помощи нужно по номеру 112. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.